Здравствуйте, дорогие друзья! На канале «Радость моя» пришло время поговорить о церкви, о доме, в котором живет Бог. Для начала вспомним нашу прошлую беседу. Мы затронули очень важный вопрос в истории и жизни нашей церкви – обрядоверия. Мы узнали, что уже ко времени Ивана Грозного происходит отход от внутренней жизни по христианскому учению в угоду внешнему исполнению обрядов. Зачастую это исполнение обрядов соседствовало с нравственной распущенностью, причем не только простого народа, но и элиты общества. Самым ярким письменным памятником русского обрядоверия стал домострой. Ну что ж, друзья, хорошо, что мы все это вспомнили, но нам пора двигаться дальше. Сегодня мы поговорим о двух людях, которые оставили яркий след в истории нашей церкви. Людях, чьи взгляды и мысли, чьи идеалы надолго приковали к себе внимание современников. Это преподобные Иосиф Володский и Нил Сорский. В истории два этих имени тесно связаны друг с другом. Оба они всю свою жизнь положили на осуществление своих идеалов. Того, какой бы они хотели видеть церковь здесь, на земле. В этих своих взглядах на один и тот же предмет каждый из них исходил из своего личного опыта и религиозного чувства. О чем же думали два этих старца? Давайте узнаем вместе. Преподобный Иосиф Володский, основатель Волоколамского монастыря, в своих сочинениях развивал идею сильной и могущественной церкви. Она, по мысли преподобного, должна обладать развитым хозяйством и землями. Храмы и монастыри необходимо богато украшать и наполнять благолепием. Самое главное место в своих думах Иосиф Володский отводил идеалам монашеской жизни. Для него монастырь – это школа пастырей. Ведь монахи, как считал Волоколамский игумен, – это будущие епископы. Поэтому все их внимание должно сосредотачиваться на строгом выполнении уставов и правил, а также организации хозяйства и благотворительности. А для того, чтобы обеспечить должную подготовку будущей церковной иерархии, монастырь должен быть хорошо материально обеспечен. Таковы были взгляды Иосифа Володского. Давайте их запомним. Итак, преподобный Иосиф Володский выступал за то, чтобы церковь была обеспечена материальными благами. А главное место в жизни монаха должно занимать строгое следование уставов. Во многом эти взгляды были отражением духовного настроения эпохи, когда в религиозной жизни многих людей первое место отводилось обряду, то есть строгому внешнему исполнению заведенного порядка. Однако было и иное мнение относительно устройства церкви. Его выразителем стал старец Нил, основатель сорской обители, что на Вологодчине. Несколько лет преподобный Нил прожил на святой горе Афон, где напитывался атмосферой духовных подвигов и непрестанной молитвы. Изучая творения святых отцов и воспринимая их умом и сердцем, он сделал их практическим руководством всей своей жизни. Именно это настроение он и привез с собой в Россию. Свою обитель преподобный Нил организовал по афонскому образцу. Он впервые вел на Руси скидский образ жизни. Это средняя форма подвижничества между общежитием и уединенным отшельничеством. Запомним это. Нил Сорский впервые вел на Руси скидский образ монашеской жизни, когда монахи живут малыми группами под руководством наставников. Главная особенность скидского жития – не уставная дисциплина и внешнее поведение иноков, а их внутренняя работа над собой. Постоянная молитва, хранение своих мыслей и сердца в чистоте. Но кроме этих духовных наставлений, были и практические соображения, которые отличали Нила Сорского от Иосифа Володского. Это вопрос о роли и положении церкви на земле. И если Иосиф ревностно выступал за сильную и могущественную иерархию, за внешнее благолепие, то идеалом Сорского игумена была нестяжательность. Монастырские земли, крестьяне, работающие на них, богатое убранство храмов и тому подобное – все это отвлекает от главной цели христианина – духовного возрастания и, в конце концов, спасения. Поэтому в жизни необходимо довольствоваться только самым необходимым. Итак, преподобный Нил Сорский, главное место в религиозной жизни, отводил духовному совершенствованию, а не внешнему благолепию церкви. Как вы видите и сами, две этих точки зрения смотрят на один и тот же предмет, но только с разных сторон. И действительно, противоположность идей и духовных направлений преподобных Нила Сорского и Иосифа Володского привели в брожение все русское духовное общество начала 16-го столетия. Кто из них прав? Вот главный вопрос эпохи – иосифляне, или нестяжатели? Нам трудно делать вывод на сей счет, мы просто констатируем факты. Но очень важно знать, что, несмотря на противоположность этих теорий и идеалов, оба они – Иосиф и Нил – были причислены церковью к лику святых. И, конечно же, не за свои взгляды, а за личную праведную жизнь. Итак, запомним, что русская церковь причислила Иосифа Володского и Нила Сорского к лику святых. Ну что ж, друзья, на этом остановимся и подведем краткие итоги нашей передачи. Итак, сегодня мы говорили о двух ярких мыслителях и деятелях русской церкви – преподобных Иосифе Володском и Ниле Сорском. В своем понимании христианского идеала они высказывали различные, даже противоположные мнения. Иосиф выступал за независимость церкви и ее материальную силу. Нил Сорский, напротив, главное место в религиозной жизни отводил духовному совершенствованию. Но все же, несмотря на такие разные взгляды и их практическое осуществление, церковь причислила Иосифа Володского и Нила Сорского к лику святых. Ну вот на этом, пожалуй, все. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно присылайте их на наш сайт. Вот его адрес. А мне осталось только попрощаться с вами. Всего вам хорошего и храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин